Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. СОУС КУМБЕРЛЕНТ По его подобию соус к жареной утиной грудке. Так что я сегодня немного пофантазирую. Мне необходимо срезать цедру с лимона и с апельсина. Делать это надо так, чтобы на цедре осталось как можно меньше белой части. А теперь апельсин. И апельсин и лимон, и перед снятием цедры, лучше вымыть в очень горячей воде. Сейчас фрукты перед транспортировкой и хранением опрыскивают жидким воском. Вот его-то горячей водой и надо смывать. Итак, вот эту белую часть можно быстро соскоблить ножом. Ничего сложного, как видите. А теперь нарезаю цедру соломкой. Пахнет просто восхитительно. А теперь надо как можно мельче нарубить парочку луковиц. И для этого соуса лучше всего, конечно, подходит лук-шалот. Он имеет не такой острый и не такой резкий вкус, как обычный репчатый. На этом подготовительная часть завершена. И пока я не отступил от классического рецепта, ни на шаг. Вот этой из кастрюли я вскипятил воду для бланширования. Выкладываю сюда цедру и лук. Буквально на пару минут. Только для того, чтобы удалить излишнюю горечь из цедры и резкость из лука. А в кастрюле греется вода для водяной бани. Здесь я буду смешивать соус. И сюда отправляется 2 столовых ложки апельсинового джема. Пусть растапливается. Вот на этом этапе уже начались расхождения с классикой. В аутентичном рецепте используется желе с красной смородиной. Но классический-то соус подается к жареной ленине, то есть к дичи. А я собираюсь использовать его для подачи с утиной грудкой. И на мой вкус утиной грудки больше к лицу цитрусовые ароматы. Так, здесь у меня все бланшировалось. Сливаю. И отправляю к растопленному джему. Вот так. Теперь сюда идет столовая ложка винного уксуса. Щепотка молотого имбиря. Чуть-чуть соли. Чуть-чуть острого красного перца. И... Вот следующее отличие. По классике в соус Кумберленд идет портвейн. Примерно 150 миллилитров. Но я добавлю красное сухое вино и ложку меда. Портвейн это сладкое вино. Но он имеет слишком сильный характерный аромат. И к утке, мне кажется, не очень подходит. Утиная грудка имеет толстый слой жирка. И мне всегда ее хочется подать соусом, который при всей своей яркости больше сладкий, чем кислый. Впрочем, вы можете со мной не согласиться. Заболтался и чуть не забыл. Нужно еще и выдавить тот самый лимон и апельсин, из которого... С которого, вернее, я срезал всю цедру. При этом, естественно, нужно остерегаться попадания зерен в соус. У меня были очень большого размера апельсин и лимон. Поэтому я, наверное, с водяной бани сейчас соус сниму и прогрею его. Прокипячу даже на слабом огне в кастрюльке. Главное не обвариться. Все. Пусть он прогревается на медленном огне, выпаривается потихонечку и загостевает. Минут через 10-15, наверное, можно будет приступать к грудке. Так. Так. Уже гораздо лучше. Что тут у меня получилось? Да. Именно то, что мне и хотелось. Нагрев под соусом уменьшу до совсем слабого. А сам займусь утиной грудкой. Тут все стандартно. Сначала срежу излишек шкурки и сала с краев. И отправлю излишки в морозилку. Когда наберется достаточное количество, приготовлю совершенно замечательную основу для теста на балиш. Если вы еще его не приготовили, щелкайте сюда, смотрите, ну или заглядывайте в описании видео, и готовьте. Это самое потрясающее блюдо татарской кухни. Это песня. Приготовьте, вы не пожалеете. На этой стороне делаю насечку. Тогда при обжарке грудки лишний жир будет лучше вытапливаться. Если вы соберетесь обжаривать утиную грудку, но при этом почему-то не будете готовить соус, то утиную грудку лучше, конечно, замариновать. Можно добавить соевый соус, винный уксус, терияки. Минут 10-20-30 будет вполне достаточно. Но лучше приготовьте все-таки соус. Он классный. Сразу же немного посолю и поперчу. Существует, конечно, опасность, что перец сгорит при обжаривании. Но это произойдет только если вы сделаете слишком сильный огонь под сковородкой. Выкладываю грудку шкуркой вниз на холодную сковороду и включаю средний нагрев. А пока жир вытапливается, займусь гарниром. Он у меня составной. Рис и яблоки. Вода для риса уже закипела. Посолю и начну его варить. А яблоко надо очистить от шкурки. Утка в яблоках – классическое сочетание. Мне очень нравится. Насчет выбора сорта. Брать можно как кислый, так и кисло-сладкий, и даже сладкий на ваш вкус. Главное, как мне кажется, чтобы яблоки были твердые, иначе расползутся при обжарке. А теперь нарезаю крупными дольками, чтобы в готовом виде форму держали. Что там, кстати, с грудкой? Отлично. Смотрите, как подрумянилось. Теперь еще немного на второй стороне. Кстати, сразу же отправлю сюда яблоки. Пусть обжариваются на этом же жиру. Касательно степени обжарки. Утка – это то мясо, которое можно подавать с кровью. По крайней мере, в большинстве хороших ресторанов так и делают. Она более сочная, более вкусная. Ну, для меня, по крайней мере. Поэтому степень обжарки выбирайте на свой вкус. Готовность, если у вас нет термометра, определяйте на ощупь. Сырую-то грудку пальцем прижимали. Помните ее упругость. А теперь попробуйте, как эта самая упругость изменилась после обжарки. Пока я грудку мял или сварился. Сливаю воду и обратно в кастрюлю. А чтобы рис был вкуснее, добавлю маленький кусочек сливочного масла. И пусть под крышкой доходит до кондиции. Все, утку пора снимать с огня. Пусть полежит немного. Пусть теплота с поверхности уйдет частично внутрь, частично наружу. А я пока займусь сервировкой. Чего только не сделаешь для красивой картинки. Сроду я такой ерундой для себя не занимался. Да и для гостей так не извращаюсь, признаться честно. Все для вас. Сюда вот так лягут яблоки. Ну, как-то вот так. И пара листочков мяты, чтобы от тепла яблок сильнее аромат пошел. Ну и можно, наверное, утку резать. Так, что тут у нас? Красиво. Супер, просто супер. Вот, кстати, если не хотите играть в угадайку со степенью прожарки, обзаведитесь уже термометром. Удобнейшая штука. Из соуса сверху. Пахнет великолепно. Нравится? Вот и мне тоже. Давайте пробовать. Начну я, конечно, с соуса. Напоминаю, что весь сегодняшний ролик и затеян ради соуса. Попробовать его удобнее всего на кусочки хлеба. Вы знаете, в этом соусе соединились очень мощные ароматы апельсиновой цедры и лимонной цедры с ароматом вина. Все это подчеркивается кислотой и сладостью, лимонного и апельсинового сока. Это понятно. Но из-за длительного выпаривания этот соус имеет очень-очень сильный, очень яркий вкус. Он очень насыщенный. И поэтому такого типа соус действительно очень хорошо подходит к жирной птице. Либо к достаточно резкому, такому мощному на вкус мясу, как дичь. Попробуйте его приготовить. Он отличный. Теперь пройдусь по уточке. Странно было бы ожидать чего-то невкусного от тех великолепных утиных грудок, которые здесь продаются. Приготовлена она до грета, до жареного, до температуры приблизительно 65, наверное, 66 градусов. Она сочная, она насыщенная. И этот соус к ней великолепно подходит. Ну и по яблочку пройдусь. Великолепнейшее сочетание. Раньше, когда-то давно, я уж не помню какие времена, я не понимал сочетания вкуса мяса, любого мяса, с вот такими яркими, кисло-сладкими, скорее сладко-кислыми соусами. Но для жирной птицы это великолепное сочетание. Смело готовьте. Это великолепная утка, это великолепный соус. Это здорово. Понравилось? Ну, вы знаете, что надо сделать. Лучший способ сказать спасибо каналу, это поделиться этим видео с друзьями. Там вот ниже есть кнопочка такая, поделиться. Жмите, не ошибетесь. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok